Я начинал свою политическую деятельность с оппозиции. Я возглавлял первое антикоммунистическое движение, будучи молодым человеком и занимаясь старшим научным сотрудником в Нижнем Новгороде. Организовал первую антикоммунистическую демонстрацию в Нижнем Новгороде после 1917 года. Я никогда не был коммунистом. Я всегда считал, что надо страну от этого кошмара освобождать. В 1993 году 100 тысяч нижегородских семей получили земельные участки. Причем получили там, где хотели. Мы использовали механизм выборов для того, чтобы людям дать землю. Знаете, в избирательных участках висела карта области Нижегородской. На этой карте были обозначены районы. И можно было написать заявку «хочу землю в таком-то районе». Надо было заплатить определенные деньги. И в течение двух недель оформлялся земельный участок. То есть это было сделано в один день. В один день 100 тысяч семей получило землю в Нижегородской области. Действительно закончилась, на мой взгляд, одна из самых драматичных страниц в жизни нашей страны. Здесь, в Правдинском. А именно история коллективизации. И, наконец-то, появляется возможность честно, не из-под полы, а открыто стать хозяином своей земли. Я сознательно проводил политику невмешательства в дела прессы. Вот полного невмешательства. У меня не было ни одной телекомпании. Ноль. Ни одной. Второе. У меня не было ни одной газеты. Вообще ни одной. Не было ни одной радиостанции. Если мне надо было сделать какое-то сообщение, я просто устраивал пресс-конференцию и говорил про проблемы, которые меня интересуют. После моего ухода все это было уничтожено. Просто все на корню. Сейчас нет ни одной независимой телекомпании, ни одной независимой радиостанции, ни одной независимой газеты. Мои условия перехода правительства было прекращение залоговых аукционов, олигархов из Кремля выгнать. Я не дал им захватить связь Инвест. Связь Инвест был продан на открытом конкурсе за огромные деньги. Они, олигархи, нам это простить не могли и начали воевать с нами. И они выиграли в этой войне. Вместе с своим дружком Путиным. А потом они сделали Путина президентом. Вы выступили с инициативой такой, бороться с олигархией. Вот цитата из вас. Азиатского типа, авторитарный, диктаторский режим, при котором большая часть имущества, власти, собственности и денег находится в руках узкой группы, в России неприемлем. Нынешний режим не азиатского типа, не авторитарный, не диктаторский. Стремительно идет к азиатскому типу, к авторитарному, к диктаторскому. Кто-то тогда азиат, кто диктатор? Вы знаете, не имеет значения фамилия. Я вам могу назвать фамилией генералов или нынешних губернаторов, или нынешних мэров, которые могли бы исполнить по полной программе роль диктатора. Я могу сказать, что если в течение этих лет, буквально нескольких лет, вот нормальные и понятные правила не будут установлены, если собственность будет за бесценок и приближенным, если деньги бюджетные через приближенные банки будут дальше крутиться, если муниципальное и областное имущество будет также разбазариваться, то тогда, безусловно, нас ждет то, что вы сейчас процитируете. Изменились ли ваши политические взгляды от начала карьеры? И как они изменились? Да нет, мало изменились. Я сторонник родовласти, свободы, частной собственности, мне мало изменились. Я такой в этом смысле упертый очень. Пока свободу горим, пока сердца для чести живы, мой друг, России посвятим, души прекрасные порывы. Товарищ Верь взойдет, она звезда пленительного счастья. Россия впрянет от нас на, несмотря на то, что думаешь иначе. И на обломках самовластия напишут наши имена.